Приветствую вас, Великой Господь и Братья и Сестры. Как я и говорил, что я подготовлю материал. В большей степени я его буду зачитывать и вставочки из Священного Писания. О почитании Божьей Матери, почему мы молимся к ней и далее, далее. Я буду все зачитывать. Почему Православная Церковь так почитает Христую Марию Богородицу? Потому что ей единственная всего рода человеческая Бог предназначил быть Матерью Господа нашего Христа. А через нее Слово стало плотью. Сын Божий, Слово, Отче, воплотился в образе человека. Преснадива Мари, явилась лестницей, соединяющей небо и землю. Той лестницей, которую видел праотец Яков. Вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается небо. А вот ангелы Божии, сходящие и сходящие по ней. Битие 28, 12, 13. А также она явилась как бы прообразом ковчега Моисея, который вместил себя скрижали. То есть, суть значилась скрижали Божьей заповеди, а прообразно можно сказать, что это Божья Матерь. Потому что Ветхий Завет – это прообраз Нового Завета. Также, как мы помним, Соломона в Версаве сидела рядом на престоле. То есть, тоже мы понимаем, что это Ветхозаветный прообраз. Ну, далее. «Через Еву, Матерь Рода Человеческая, которая ослушалась Бога, поддавшись дьявольскому внушению, мир вошел в грех, смерть. Через Пресвятую Марию, смиренно исполнившую волю Божию, добудет мне, по слову твоему, Лука 1, 38, принявшую в себя Духа Святого и родившую Спасителя Мира Человеческому Роду, было возвещено избавление от власти дьявола и воскресения». Здесь мы видим Атлетики Ветхий Завет и Новый Завет. Здесь нельзя их разделить. Здесь нужно их, скажем так, соединить для духовного понимания, потому что весь Ветхий Завет – это был как притеча Нового Завета, пришествия Господа в этот мир. «Бога и избранность престой Дивы была предсказана Ветхозаветным пророком. Святой пророк Исаия за много веков предрек, что Спаситель Мира родится от жены, от непорочной Девы». Это пророчество указывает и евангелист Матфей. «Сидевого чреве примет, и родит сына, и нарекут имя Ему, и Мануил, что значит, с нами Бог». Матфея 1.23. «Пророк Иезекиил предвидел, что Матерь Божия и после рождения Христа она всегда останется Девой. И сказал мне, Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израиль вошел ими, и они будут затворены». Иезеки 44.2. «Величие Христа, Его Матери, пророчески воспевали пророк и Давид. Дочери царей между почетными у тебя стала царица Одеснуя тебе в афирском золоте. Сделай имя Твое памятным в рот и в рот, посему народы будут славить Тебя во веки веков». Псалом 44.10.18. То есть, слышите, пророк Давид уже изначально говорит, что со временем останется Одесной. Кто становится Одесной? В первую очередь от Господа Одесной все остаются праведными, то есть святыми. «И праведная Елизавета, когда к ней пришла Дева Мария, исполнилась Духа Святаго и просил, «Благословена ты в женах и благословен получрева твоего, и откуда мне, что пришла Матерь Господа моя ко мне». Лука 1.41. Благословен кем? Господом, да? Исполнилась она кого? Духа Святаго, понимаете? Те, кто могут рассуждать, что Божья Матерь Богородица Мария – это всего лишь женщина, они не понимают, что они говорят. Почему? Потому что они ее всего лишь как жизнь принимают. Ну, давайте услышим здесь. Те, которые исполнились Святым Духом, которые в контексте Священного Писания слова их остались, и мы здесь слышим, что именно Елизавета исполнилась Духом Святым. «Радуйся, благодатно!» Что мы здесь слышим? Даже Архангел говорит, войдя к диве, «Радуйся, благодатно!» Благодать дающая. Кто может благодать дать? Господь. И здесь Архангел Гаврилл ее называет благодатной. Господь с тобою. Опять-таки, благословена. То есть, Богом ты благословен. Никем иным, кто может. Даже священник, когда благословен, Бог благословит, а не я такой недостойный. И здесь мы слышим сугубость подчеркивает, что и… А кто такой ангел? Это как почтальон. А тем более, Архангел, который возглавляет Ангельские меры. Он пришел выполнить послушание Господу. Ну, далее. Хорошо. «Сама Божья Матерь, повторяя прорутие царя Давида, сказала о прославлении своем от Бога и людей. Величи душа моя Господа, я возрадовался духом мой, о Боге, спасителем моим, чтоб презрел он о свирении рабы свои, ибо отныне ублажат меня все роды». Почитать будут. Поспевать будут. Представить его, Мария вместе с остальным им была ученицей Христа, следовала за ним, слышала его проповеди, не отделялась от него и не одоляс от послов. Об этом мы можем прочитать в Деянии 1.14. «И в то же время она была его Матерь. Господь по-человеческому очень почитал ее, жил на заре, в поминовении». Это мы можем почитать у апостола Луки 2.51. «Исполняю желание». Также мы помним, как она его просила сотворить чудо в Канегалейской. Сначала он, конечно, говорил, что не пришло время, но, тем не менее, проявив послушание, он исполняет. Дальше. Обращаясь с креста, уже мы здесь видим, что Божью Матерь Господь не оставлял без попечения. То есть это не просто была женщина, как некоторые протестанты считают ее просто женщиной. А некоторые говорят, что есть такая ересь Христа родится. Не Бога родится, а Христа, который упраздняет божественную природу во Христе, в Иисусе. Ну, это другой момент, это уже из области ереси и расколов. Ну, здесь мы смотрим, что мы читаем. «Обращаясь к Христа к Матери, Женоси, Сын Твой, и затем к любимому ученику Своему на Богослову, Се, Матери Твоя». Господь, конечно, проявлял заботу о Своей Матери, не оставив ее в одиночь, вручил Своему ученику. Зачем? Здесь очень важно, представь, Дева Мария, как бы здесь проявляется как усыновление. Как бы она становится матерью для всех. И в то же самое время в лице, и как и Анна Богослова, и всем людям. Представить, Дева, как Матерь, заботится о попечениях о всех людях, которые призывают и имя. Как вот мы поем в храме «Нима мы иная». «Помощь и развитие бене, благие утешительницы». Если может, усиленная молитва праведника, Иоанна 5, 16, разве не может быть более значима молитва Царицы Небесной? Может. И более, чем даже пранепо, что она благословенная и благодатная. Особенно же благодать и близость к престолу Божию Богородица удалилась после своего преславного успения. Она приселилась на небо, и только для того, чтобы, пребывая в сиянии величия и божественной славы своего возлюбленного Сына, но и для того, чтобы своими молитвами ходаться пред Ним. «Радуйся! Я с вами во все дни!» Сказала она, явившись учеником и апостолом. Ну и подводя итог, мои дорогие, просто элементарно, человеческий момент. Слышит ли, в первую очередь, дитя свою матерь, которую любит? Слышит. Мы знаем, что святым праведникам Господь открывает, что происходит на земле. Я уже рассказывал о притче Господа, который приводил богачи и Лазаре, и далее далее. Но самое важное, слышишь, да услышит. Верьте Богу, доверяйте Ему. И священное писание принимайте с чистым сердцем, а не с мудрованием. И потому что мудрование, это звук о вам. Храни вас Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok